Аудио книга Джованни Бокаччо «Декамерон» День шестой, повесть первая, читает Мария Соловьева Некий дворянин дорогой обещает Донне Оретте так увлекательно рассказать одну повесть, что она не заметит, когда идет до места, словно ехала на коне. Однако ж рассказчик он неискусный, и Оретта просит садить ее с коня. Юные дамы, подобно как в ясной ночи украшением небесного свода служат звезды, а весною цветы красят зелень лугов, меж тем, как одевшиеся в листья кусты составляют красу холмов, также точно добрые нравы и приятную беседу красят острые слова. В силу своей краткости они больше приличествуют женщинам, нежели мужчинам, ибо много говорить еще менее пристало женщинам, нежели мужчинам. Впрочем, к нашему стыду неизвестно по какой причине, то ли потому, что мы, женщины, поглупели, то ли потому, что мы прогневили небеса. Но только теперь уже мало, а может и вовсе не осталось женщин, которые могли бы сами вернуть, когда нужно острое словцо, и правильно понять остроту, исходящую из-за другого. Ну да, об этом уже говорила Помпинея, а потому я прямо перейду к своей повести, искуя вам должно быть ясно, до чего хорошо, кстати, сказанное словцо. Я расскажу о том, как деликатно однознатная дама заставила умолкнуть одного дворянина. Многие из вас уж верно встречали не так давно проживавшую в нашем городе некую знатную даму, или, по крайней мере, могли о ней слышать, даму столь добродетельную и столь речистую, что ими ее заслуживает быть названным. Итак, звали ее Донна Ареттой, и была она замужем за мессером Джерри Спиной. Как-то раз мы все были у нее в имении, и она гуляла с дамами и кавалерами, которые в тот день у нее обедали, а так как до того места, куда они собирались идти пешком, было довольно далеко, то один из провожавших ее кавалеров предложил, «Позвольте Донна Аретта рассказать вам призанимательную повесть, и вы не заметите, когда идете, будто все время ехали на коне». «Прошу вас, мессер», — молвила дама, — «буду вам чрезвычайно признательна». Получив дозволение, сей господин, которому, видимо, так же пристала носить шпагу, как и разглагольствовать, начал рассказывать повесть, и повесть эта сама по себе была прелестна, и шла вне речи о высоких особых и любопытных случаях с ними происходивших. Но он по три, по четыре, по шесть раз повторял одно и то же, беспрестанно возвращался назад, поправлялся, нет, не так, перевирал имена, и тем безнадежно испортил повесть. И в довершении всего у него была каша во рту. Донну Оретту в пот ударила, сердце у нее начало останавливаться, словно она была при смерти. И вот, когда ей стало совсем уже не в моготу, она, видя, что кавалер запутался окончательно, с очаровательной улыбкой молвила, «Мессер, ваш конь очень уж спотыкается. Будьте любезны, ссадите меня». Спутник, как видно, был рассказчик незанимательный, но человек проницательный, а потому сразу уловил намек, обернул его в шутку, сам первый засмеялся и поспешил перейти на другие темы. Повесть же, которую он было начал и в которой потом увяз, так и осталась неоконченной. Субтитры создавал DimaTorzok